Демонтировать незаконные строения должны те, кто их возводил. В противном случае бизнесмена штрафуют, а могут ограничить и свободу передвижения. Если же снос производится подрядной организацией, то после расходы все равно должен оплатить владелец объекта. В Адлерском районе таких самоволок стало уже на десяток меньше. На территории Адлерского района у нас уже демонтировано и окончено фактическим исполнением, то есть фактически снесены уже 12 объектов. Значит, в процессе сноса у нас 4 объекта и на стадии согласования актов, выполненных работ с администрацией, 3 объекта находятся. Как отмечают специалисты, чаще всего проблемы возникают не с сезонными торговыми объектами. Их собственники, как правило, не доводят дело до суда, а с теми бизнесменами, кто работает круглый год. Они считают, что после истечения договора они вправе осуществлять дальше свою деятельность. При этом администрация Адлерского района уведомляет их о том, что срок действия договоров истек и что они обязаны освободить соответствующие земельные участки, поскольку не оплачивают лица ни арендную плату, ни определенных налогов. Избежать судебных разбирательств владельцы незаконных объектов могут при условии добровольного демонтажа построек за свой счет. Правда, такая практика, по словам представителей Адлерской администрации, пока среди предпринимателей не популярна.